Для начала я скажу, почему это важно, почему это интересно, да, потому что, я думаю, много кто думает, ну, в чем тут проблема. А тут есть разные проблемы, и, ну, в принципе, каждый человек тут покажет разные ситуации, когда, ну, все связано с security, связано с тем, что люди могут ставить что-то на наш сайт, который будет потом контролировать то, что наш сайт или апп делает, да, или это что-то они ставят туда, и, ну, ты сам знаешь, что в JavaScript можно все делать, да, ты можешь менять, что все кнопки делать, ты можешь менять, что там кнопка логин уже, парол не передается твой сервер, а передается в какой-то другой сервер, или, или захватил куки сессии и передавал какой-то свой сервер, а потом там можно продолжать, как этот логинный юзер использует сайт, да, или сделать что-то просто, ну, что-то попроще можно делать, чтобы сайт неправильно работал, или поменял контент, поменял текст, вот, вот, вот это все моменты, которые возможны, которые мы хотим защищать от этого, да, окей, ам, как мы это сделаем, я думаю, вот, начинайте делать первый уровень, и через, наверное, вот, минуту, потому что первый должен быть достаточно простой, вы можете спросить, если есть вопросы, что тут такое, а, как ломать, да, если вы не считали, что там звук, суд, суд в этой игре вызывает функцию LED, окей, то есть просто тебе надо что-то писать, ам, чтоб вызывался функция LED, внутри этого веб-сайта, окей, так что, вперед, там, если ты, там он тебе покажет код этого веб-сайта, то есть, ну, все, что обычно, тоже это, да, все, все кода можно через инспектора, просто увидит обычно, а тут там покажет, ну, на первой, может быть, это мемор будет, Ага. Если ты разговариваешь, да. А ты бы звон Steé, с versuchen. Да. Да. Ой, Сергей, Ты можешь замовернуть. Ты счастливый. Ааа. все уже вызвали функции лет первый должен быть достаточно легко да? кто не смог? кто-то не смог? авариты вы все в тишине сидите нет? все сделали это? окей кто может сказать «эвет» на первой на первой да? да тут очень простое да? просто написали скрипт называли и потому что страница просто взял этот query и ставил страницы вызывается функцией ну любой скрипт который мы там писали да? да? все это видели все прошли просто типа прошло кода из query и ставился в странице и может быть ты думаешь ну конечно это юзер сам должен писать да? но в принципе ты можешь из какой-то другой сайта да? была ссылка на этот сайт уже с готовой url который вот таким поэтому сайт все таки хаки хаки были в ней да? просто ставил ссылку с таким уже особенным скриптом юзер пришел сюда и уже хакнуты его сессии или лишних данных все вот такого да? окей пошли на следующий уровень вот следующий тоже не сильно сложно но чуть чуть сложнее чем первый да? так что я подчекаю минуту и вы сделаете второй уровень просто ну тут у всех вопросов надо думать какие есть возможности вызывать скрипты да? на этой странице она чуть чуть по другому работает сразу скрипт так не сработает на этой странице так возможно да? а ты счит UK За половинку. Угу. Хе-хе-хе-хе. Может я бы... Затем не знал. Хе-хе-хе. Не, ну... Это тебе как не нападать, ты шаг. Ну, я кодекс все знаю, да. Ты меньше знаешь. Поэтому... Батарея написала, да? Да, да. Возьми там где-то... Вот розетки. Потому что конфа будет очень дорого. Возьми там. И вот. Ок, давай будем пророждать не сильно долго. Потому что второй тоже не сильно сложно. А кто... Кто делал второй уровень? Викталик. Как ты это делал, Викталик? Викталик. Ты делал Image On Load? Я делал Image On Arrow. Это чуть-чуть проще. Разницы нету, да? Ну, тут просто вот так вот. Да? Все видят это. Все видят почему. Поставили. Викталик. Я уже ответил. Вон вспомнил. То есть... Чтобы еще раз смотрели, да? Да. И вот этот скрипт сохранился. Ставился в странице. И потом, когда имидж не загрузился, он вызывает просто... Ам... 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 Или можно такой OnClick сделать. Или OnMouseOver. Да? Ам... Ам... То есть опять, это просто... Когда мы делаем сайты... Надо всегда... Ну, HTML такой достаточно сложный получается. Когда мы хотим... Делать это, чтобы было... Секьюрно. Потому что есть много разных методов. Через того, в который JavaScript можно добавлять в страницу. Да? Давай уже на следующий. Продождаем. Ам... Ам... Ну... Чаще всего-то просто... Только если реально... Реально надо. Ты хочешь, чтобы юзер мог сам писать HTML. Да? А если он сам может... То есть библиотеки, которые... Ну... Убирают всю вот эту неволитность. Но это... И в принципе лучше взять библиотеку. Потому что это достаточно сложно. Особенно потому что... Даже неволитный HTML браузер до какой-то момент... Пытается загрузить его. Да? То есть если ты сам писал пазах. И ты думал... А, ну если там такой валитный... Так-такой. С таким атрибютом. А там есть разные правила. И как атрибюты формулироваться. И все. То есть надо просто взять какой-то лип. Который будет... Удалить все... Ну все атрибюты. Он лоад. Он этого. Он этого. Амм... 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 Окей. Следующий это третий уровень. Да? Она чуть чуть сложнее третий. Амм... И помогает тут уже смотреть на код. Амм... Я понял. Особенно смотрите на этой функции. Что она делает. Амм... Амм... Вот. Вамrible. Окей. Амм... Амм... Светланов wowы. И деканство. Оотоп 향ка. Увид�, святилльmission. Светл sedan. Так что это 있다고 Ouais. Отплендировать... Видео 100 лет. Да. У fired. Да. вы увидите с правilarорист cettehini. Окей, кто делает троитой? Ну, еще пробуем. Окей. Все, я понял. Ну, я не знаю. Тоже вон меру. Так, кто то уже делал? Ну, ты сам будешь делать. Ну, можно конечно. Ну, смотри, тут, тут похожая ситуация на предыдущий, но тут просто нет коробки, куда вводить текст. Ну, мы видим, как-то мы нажимаем на эти табы, меняется тут URL кусок. И мы думаем, может я сам поменяю вот этот кусок URL. И мы видим, что уже ставится что-то другой в странице. И смотри, как вызывается вот эта функция chooseTab и что потом дальше делается с этой функцией. Тоже делал, Виталий, да? Окей. Окей. Тут мы можем использовать... Получилось. Получилось, да? Тоже самый способ, как предыдущий получается. Очень похожий. Ты мне написал что-то? А, ну, ты сюда другой. Ох ты. Как я сразу не фрайм. Чуп, чуп, то есть... Да? Что-то вот такое, Иван? Да. У тебя двойная кавычка изначально, что единарная? А, там самая единарная, да? Ага. Да. Да. Окей. И в конце кавычки у меня нет. А. Ну, разницы особо нету, да? Окей. Так. Все, все видим, что мы тут делаем. Да? То есть... Мы посмотрели эту функцию. Что она делает? Она возьмет, вот, все, что после хаша. И ставит, и потом с этим вызывается функция chooseTab. И... В chooseTab они аккуратно ставят image.parse.int.none. Который, ой, туда передавался. Ну, а дальше просто ставили image и URL просто без нам и забили там пазинг. И получается мы через этот момент ставим опять там onError. Вставили наш атрибют и вызывали функцию. Да? Да. То есть... Это опять момент, что эта функция, он... Ты должен... Твой код принимает решение на какой-то причине, да? Вот эта функция, он всегда вызывается уже... Или ты уже ему передаешь точный уже int, который ты уже добираешь. И перед тем, как вызывает, вызывай уже палец int. Или знаешь, что в твоей функции будут передаваться непроверенные данные. И поэтому ты должен всегда внутри этого функции. А тут они в один место вызывают пазинг, а в втором место нет. А... Очень хорошо... Твой код решает на какое-то ограничение, да? Вот это... Вот тут есть у меня перемены, которые дата, которые из юзера сразу. А потом какое-то ограничение уже функции, которые ты вызываешь, и ты уже сам себе добираешь, когда ты уже вызываешь эту функцию. Ты говоришь, я тут ожидаю, что всегда будет уже проверенный хороший дата. Тут, если я ожидаю int, будет int. Потому что я всегда буду вызывать паз int перед тем, как вызывать эту функцию. А... И пиши это в комменты, да? Вот эта функция уже ожидает готовая юзера. А... Вот. Окей. Так, пишем это все, да? И продолжаем на следующий уровень. А... 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 Я могу... А... В группу из... А... 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 А на... На... На код. Особенно на... На... Это... Таймэй. Таймэй. Чуть-чуть. Ам... Я думаю, вы его вылет не как... Продолжение следует... 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 О, сработало Из импульта Иван надо вводить Говорит Не знаю, ну Так что-то там не сошли Вот этот пятый такой достаточно непонятный Сложненький Я почти пять минут смотрю Как мы тут делали? Сейчас вспомню А, да-да-да, я помню А, нет, тут не сильно сложно Тут самое интересное это Это вот, она начинается вот так, да? Пошли на вторую страницу И смотрим, что мы можем там делать И опять, очень похоже на то, что мы раньше делали с URL Опять Смотри на HTML, SignUp HTML Это, это тот, который тебе больше всего помогает будет А просто надо будет еще один момент Как HTML и JavaScript работать Еще чуть-чуть по-другому Такой код, я надеюсь, что ты давно написал сам Ну, хакеры все равно это пишут Так 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 И так 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 и с так так 17,0 кг. я понял почему надо было на input потому что правильно было url encoded не в url там пробел на плюсик меняется все так далее по-моему связано с этот был так тут уже и пятый понял что надо делать тут уже близко попала сразу хорошо 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 оно сработало если ты нашел вина на висок оба вот и ангел хорошо 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 да то тут мы видим что язык темплейтинг мешает нам да чуть чуть но есть еще один способ который видно никто еще не вспомнил как или ты уже вспомнил а 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 что ты делал андрей в имейл я думал в имейл ничего не а и а а а а Продолжение следует... Смотрим, куда идет от Next до страницы, куда она вставляется и как мы в это место можем вызывать скрипт. Брэд, расшарь экран. Я расшарил. Обнимаю экран. Опять попало. Там пишут sharing screen. Слушай, давай попробуем перезвонить. А, уже есть. Есть? Да. Добрый. Окей. А почему ты не нажми? Ну, он все равно. В смысле? Да. Ну. Ты нажмаешь Go и он перезагрузит страницу. Ты уже ставил туда твой скрипт. А потом ты нажимаешь на Next и он вызывает это, да? Да? Понял? Окей. То есть на Next ты сделал это, да? Да. Объясни, как ты делал. Да ладно. Да ладно. Можно я не буду. Товары. Тебе рот работает. Да. 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 Смело, вы слышали, да? И сейчас уже видно в браузере. Вот. Если мы ховерем на Next, Next там уже есть JavaScript alert. Так? Окей. Мы пытаемся, чтобы он сразу показал. То есть кликать надо. Ну. То есть бывают такие хаки, которые, ну, не совсем вот сразу вызываются. Ну, юзер на чём-то кликнул и уже вызывался твой хак. Что-то далее, да? Эммм. То есть в этом случае вот так вот. Я бы, это такой момент, да, мы уже, наверное, давно ты не ставил нигде JavaScript alert, потому что ты используешь Angular или JQL или что-то, чтобы красиво ставить твои скрипты. Ну, надо вспомнить, что всё равно это есть в браузере. Это работает. И юзер может это использовать. И опять, вы видели, наверное, тут, что вот этот язык-темплейт помогало, да? Ты не мог туда из этого attribute выйти. Ты не мог ставить закрытые галочки и ставить свой attribute. Наверное, сразу пробовали. Потому что язык для темплейта это закрылся. Но всё равно туда можно было ставить то, что валидно туда ставить. Эмм, JavaScript. Эмм, такой протокол, да? Окей. Все уже на последний уровень, я надеюсь. Тут опять помогает очень сильно. Смотри на код. Эмм. Индекс.html. И... 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 А, и тут тоже, вот... Тебе надо пытаться загрузить скрипт с другой какой-то страницы. В этот случай. Эм... Там у них подсказки дали. Но я взял уже для вас готово. Вот. Вот. Вот там. Google.com.js.api.qback. Он вызывает функцию alert. Эм... Эм... Любой другой авискриптной страницы. Которую мы заставим страницы загрузить в этот случай. Ам... Эм... Эм... Детский капитал. Ух... Эм... И... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто-то уже делал? Ответ есть какой-то? Это хак для более модных программистов. Постарший из вас не будет замечать это. Но мы видим тут, в чём может быть проблема. Проблема должна быть с хаша, и она вставляет скрипт. Если он не матчится, этот regex. Мы как-то хотим вставить скрипт, который не будет матчиться по regex. Да? А кто-то пробовал вот такой вариант, а? Да? А там нечётки сюда поставят. Почти первая. Я тоже пробовал. А получается валидный URL? Да. Да. Это есть такой валидный URL. Он автоматически выбирает HTTP или HTTPS. В зависимости от сайта, да? То есть, ну это стало очень удобно так писать. Потому что ты можешь тестировать, и сайт будет работать, и так и так. Если ты пишешь полный URL, он выбирает автоматически. Тут есть ещё один вариант, я пробовал, который работал. Я сейчас найду какой-то там. Просто я сделал такой data URL из этого. Просто я лед. А, надо ты ставит это. Майм-тайп, наверное. Вот. 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 Сайт тоже работает. Да? То есть... А чё как? Ну, ты понимаешь как, да? Ну, да, да. Там делали такой data URL. Да? Есть, не знаете, да? Такие URL можно делать. Просто энкодится сам data file. Внутри сразу в URL, да? Получается. Протокол там дата. То есть... Пройдёт к этому скрипту, он видит мнение, HTTPS. Хорошо. Да ладно. Да? Прошёл. И загрузилась наша скрипта. Эм... Вот. Ну, тут опять же смысл такой, что просто... Есть много разных способов, как хакать твой сайт. Эм... И... Есть, есть такое, ну, часто понимание такое, лучше делать такое, like, whitelist, чем blacklist, да? Лучше писать список файлов, которые разрешаются, чем пытаются писать список, который не разрешается. Потому что то, что не разрешается, намного больше. Эм... И, может быть, ты не все варианты придумаешь, вот в этом случае, да? Программист думал, ну, если он начинает с HTTP, то не разрешаю. А забыл, что есть разные, разные моменты. Или вот дата URL два года назад не был. Не был такой хак, и поэтому код не был защищён от этого. А сейчас это есть хак. Поэтому, вот, в любом случае, если ты как-то dynamically добавляешь какой-то скрипты в страницы, эм... Надо быть очень аккуратно и... Ну, в любом случае, вот это... Есть такое мысль, можно думать, что лучше писать список то, что можно делать, а не пытаться списать то, что не надо делать. Эм... Вот. Окей. Это уже последний, по-моему, да, тут? Эм... Тотик Полакшвили. Хе-хе-хе-хе. Окей. Ну, опять же, суть этого все... Просто вспомни, есть много разных методов хакать твоей страницы. Надо... Это похоже, как мы говорили, с SQL-ом. Просто надо аккуратно использовать... Эм... Эм... Ливы, которые есть. Правильно понимать, какие... Есть методы хакать. И я надеюсь, что вот... Сегодня мы видели... Наш какой вариант, о которой мы, наверное, не думали об этом раньше. Просто... Все... Где-то... Эм... Эм... Это все юзер-инпут. Хейдеры какие-то, да, это тоже юзер-инпут. Эм... Эм... Это не то, что ты сам контролируешь. Поэтому нельзя это все доверять. Ты должен проверять, что это... И то, как это ты знаешь, что это ты дальше используешь. Окей? Эм... 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 Вот. Я думаю, достаточно. И я надеюсь, что вы дальше будете вспомнить это, когда мы пишем сайты. Эм... Чтоб... Люди не хакнули наши сайты. И... Вспомните тоже, да, вот это... Мы тут поставили везде просто alert. Ну, там можно было... В любом из этих случаев... Можно было любой скрипт ставить. Скрипт мог делать все, что угодно. Так я говорю. Там бы... Ну, делается такое, что... Там... Ставится другая кнопка над кнопкой той, чтобы она что-то другое делала. Или меняется... Все тексты страницы. Ну... Все, что угодно можно делать. А... И может быть это очевидно, а может быть нет. Может... Эм... У нас были случаи, когда сайты наши хакнули. Поэтому... Надо... Более серьезно к этому относиться, да? Окей. Вопросы какие есть? Нет? Тогда... Тогда все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok